Проекты по благоустройству Соборной площади обсуждают на Советах территории. Накануне в 12 округе презентовали 8 конкурсных работ. В 19-й школе собрались жители территории, авторы проектов, представители городского управления архитектуры. Дизайнерские решения конкурсантов вызвали бурное обсуждение. На Совете территории активные горожане задавали авторам проектов вопросы, обсуждали уместность тех или иных объектов. Мнение аудитории в итоге разделилось. Поменять покрытие обязательно, потому что там оно уже долго работает. Дальше у нас там стоит театр, надо посмотреть, как его можно выдвинуть. На площади отдыхать не надо. Через нее нужно проходить и понимать, что это общественное место, что оно памятное место, что оно может быть даже в каком-то понятии величественное место. Поэтому арт-объекты, мне кажется, что там они категорически не вяжутся с общим обликом площади. Мне один проект понравился, где говорилось, что на площади надо проводить больше мероприятий. Те же ярмарки, те же праздники бега, те же праздники детей, семьи, таких вот, которые будут привлекать всякое поколение. В Белграде это первый конкурс, работы которого подвергаются столь широкому общественному рассмотрению. Ранее в выставочном зале «Родина» состоялся показ конкурсных работ в рамках молодежной лаборатории урбанистики. Презентации проектов на округах стали следующим этапом публичного обсуждения. Совет территории очень деятельный. И вы посмотрите, насколько активность, всегда зал заполнен. И, как правило, Совет территории проходит по плану, там запланировали за час, но это часа в три, если обойдется, то хорошо. На конкурс по благоустройству Соборной площади подано 15 заявок. Все проекты опубликованы на сайте органов местного самоуправления. Проголосовать за понравившееся дизайнерское решение белгородцы могут на портале «Активный горожанин». Напомним, что конкурсную комиссию возглавляет мэр Белграда Константин Полежаев. Автор лучшего проекта получит 100 тысяч рублей. Работа, занявшей второе и третье место – 50 и 20 тысяч рублей соответственно.